В актовом зале средней школы номер один прошел конкурс смотра юидовских отрядов. Юные инспекторы движения устроили настоящий праздник. Десять школ города подготовили речевку, девиз, отрядную песню и сюжетно-ролевую игру. Каждый отряд старался отличиться кто костюмами, кто интересным сюжетом. Задействованы были все таланты детей. Оценивалось выступление жюри по особым критериям. Это и содержание выступления, это и артистичность детей, это чтобы тема хорошо подчеркивалась. В России юидовскому движению исполнилось 40 лет. Основная цель создания подобных отрядов – это активное участие в пропаганде правил дорожного движения среди детей и подростков. Отряды рекомендовалось организовать при школах, детских автогородках, во внешних учреждениях дополнительного образования детей и подростков. С годами движение юных инспекторов активно развивается, в том числе и в нашем городе. В этом году юидовскому движению уделяется особое внимание. Мы объединились, в школах поднимается это движение. С 1 сентября мы начинаем проверять маршрутные листы, помогать малышам делать эти маршрутные листы. Проводим посвящение пешеходы. Во всех акциях участвуем. Мы патрулируем на дорогах. В прошлом году в областном конкурсе «Безопасное колесо» по абсолютному зачету ученик, теперь уже 7-го Б-класса, 14-й школы Артем Заяц, занял второе место. А во всероссийском конкурсе «Знатоки юид» – пятое место. Я сдавал этапы, участвовал в соревнованиях по знаниям медицины, ПДД. И еще мы ездили на велосипеде. Автогородок – это там, где знаки. Ну, как машины, только мы ездили на велосипеде. Несмотря на то, что конкурс – это всегда красивое зрелище, однако победитель должен быть один. По итогам судейской коллегии первое место заняла 14-я школа, второе место – 7-я, а третье место досталось 34-й школе. В результате на зональный конкурс в город Гуково, который состоится 18 октября, поедут отряды 14-й и 7-й школ. Пожелаем ребятам победы и уверенности.